Госпожа, я за вас беспокоился. Надеюсь, вы в добром здравии. Как хорошо, Сюмбюль. Если бы ты не пришёл, я бы сама тебя навестила. Если некому рассказать о бедах, они убивают тебя изнутри. И от этого становится гораздо хуже. Госпожа Мэ, не знаю, сможет ли это помочь вам, но, возможно, хоть немного вас успокоит. Я принёс кофе. Сюмбюль, ты не поверишь, но я до сих пор помню этот напиток, кофе. Он мне так понравился тогда. Расскажи нам, как ты его варишь? Госпожа, если позволите, я вам приготовлю. Что такое кофе, Сюмбюль? Какая-то целебная трава? Уж не знаю, целебные эти зёрны или нет, но вкус у них необычайный. Особенно, если с лукумом. Госпожа, я помолол помельче. Получилось очень вкусно, клянусь Аллахом. Приготовишь после еды, вместе выпьем. И Фахрия заодно попробует. Хорошо. Госпожа Мэ, мы разговаривали с Фахрия, она сказала, Шахзаде Джахангир в последнее время огорчает вас очень. Он на меня не смотрит. Говорит, если он в поход не пойдёт, то навсегда прекратит со мной разговаривать. Как будто я из прихоти не разрешаю ему. Госпожа, подумайте о нём. Он молод, кровь кипит. Как и любой Шахзаде, он тоже хочет в поход пойти. Сюмбюль, ты же знаешь, как в походе может быть опасно. Как я могу на это согласиться? И даже если я дам согласие, повелитель не разрешит ему это? Госпожа, не мне об этом судить, но Шахзаде нужно чем-то увлечь, чем-то занять его ум и сердце. Из-за забот с его старшими братьями до него не доходила очередь. Я согласна. Мне заняться им давно пора. Войдите. Я сообщила Шахзаде госпожа. Что он сказал? Он вообще ничего не сказал. Но я посмотрела на его лицо. Он был очень взволнован. Девушку служанки готовят. Хорошо. А девушке передай. Я озолочу, если сын будет ей доволен. Иначе окажется за воротами. Не беспокойтесь, госпожа. Сообщите повелителю о моем приходе. Как прикажете, госпожа. У вас есть еще какие-нибудь жалобы, повелитель? Ничего больше не болит? Не думаю, что это серьезно. Но иногда бывает ноги болят. Боль возникает при ходьбе, проходит, когда сижу. Да. Повелитель. Хюрем-султан Хазритляри пожаловала. Пусть ждет. Идите. Афиф Ахатун. Госпожа. Повелитель готов вас принять. Афиф Ахатун. Властелин моей души. Если ты не против, мы могли бы поужинать вместе и поговорить. Меня Джихангир по-прежнему сильно беспокоит. Хорошо. Я кое-что принесла. Это называется кофе. Ты должен попробовать. Интересно, понравится ли тебе? кофе. Что такое кофе? Что такое кофе? Скоро всю комнату наполнит его запах. Давай присядем. Слуги! Я не смог при повелителе сказать об этом. Однако, я не уверен, что его здоровье наладится так легко. Ты же сказал, что язвы уже заживают. Это правда. Но он по-прежнему очень слаб. Боюсь, он может не выдержать походные условия. Ай, Аллах всемогущий. Какой же ты лекарь, если сначала обнадеживаешь, а потом лишаешь надежды? Что же нам делать теперь? Запах действительно прекрасный. Сюмбюль принес его. Из Йемена сказал, сюда его привезли. Где Сюмбюль нашел этот кофе? На рынке у одного знакомого купил. Ему тоже очень понравился запах. Он купил мешок и принес его домой. Чем бы ни был этот кофе, нужно его проверить. А что, если он окажется вреден? Не думаю, что он может быть вреден. Наоборот, он сил придает. Придает человеку бодрость. Я его уже пробовала. И все же нужно спросить, Эбусода и Фенди не запрещен ли он? Если сочтешь нужным, конечно. Как обстоят дела с Джихангиром? Удалось его убедить. Не хочу переживать, из-за него отправляясь в поход. Пока не удалось. Но вскоре он согласится. Повелитель обдумал все, что касается брака. Фадьсму султана, Алкаса Мерзы. И счел его благоприятным. Я была уверена в этом. Как у Джихангира дела, расскажи. Я надеюсь, вчера все прошло хорошо? Госпожа, я сегодня поговорила с девушкой. Она сказала, все было прекрасно. У них была приятная ночь. Шех Заде общался с ней. Он был доволен и счастлив. А потом... Потом что? Почему-то потом Шех Заде неожиданно помрачнел и прогнал девушку из своих покоев. Я думала об этом. Шех Заде наверняка расстроился, вспомнив о чем-то своем. Ну, о чем, неизвестно. Завтра я отправляюсь в путь. Я не сомневаюсь, что ты добавишь к своим победам еще одну. Иншалла. Присмотри за Селимом в мое отсутствие. Ты все еще не доверяешь ему? Я не могу забыть, в каком он был состоянии в Манисе. По счастью, дав за рук, он спас себя из этой опасной бездны. Но нам нужно быть внимательными. Он очень слаб. Не дай Аллах, подует ветер. Пойдет дождь, и он поскользнется. Поезжай спокойно, я буду рядом с ним. Он заслужит доверие своей ответственностью, обещаю тебе. Иншалла. Разлука будет такой долгой. Я уже скучаю по тебе. Не знаю, как я это вынесу. Еще и Джихангир меня продолжает тревожить. Что-то случилось? Польская принцесса желает навестить вас. Она хочет погостить во дворце несколько дней. Принцесса, значит? Принцесса Анна Ягелонка. Ко мне на поклон готовы прийти хозяева моих родных земель. Это будет даже любопытно. Она может приехать. В отсутствие Рустема тебе придется потрудиться. Наши враги не дремлют. Стоит повелителю отправиться в поход, и они тут же идут в атаку. Можете не беспокоиться. Я обо всем позаботился. Хорошо. И за Селимом нужно последить. И если он будет в шаге от ошибки, то сообщи мне. Как прикажете, госпожа. Но кажется, Шехзаде, управляя Санджаком Сарухан, набрался опыта. Не думаю, что он совершит серьезную ошибку. Ты в этом уверен? Я наблюдал за ним, госпожа. И убедился в том, что наш Шехзаде теперь не тот, каким был недавно в Санджаке. Он осознал свою ответственность. Какая роскошь. Здесь очень красиво. Лишь повелитель мира достоин такого трона. Только повелителю пристало на таком троне сидеть. Кроме нас здесь никого нет. Поэтому некого опасаться. Продолжение следует... Ты знаешь, кто твоя опора? С кем делиться мыслями? Если хочешь завладеть престолом? С повелителем, конечно. Нет, Шехзаде. С матушкой. Повелителя надо любить, уважать, радовать. Но она для твоих надежд главное лицо. Со дня нашего приезда я уже наслушалась о Хюрем Султане и ее могуществе. О победах и власти. В наших краях так говорят. На троне сидит мужчина, а управляет женщина. Я приказал привезти это из Венеции специально для вас, мама. Надеюсь, вам понравится. Она чудесная. Все это не стоит даже вашего волоска. Вы для меня дороже всего на свете. И ты, безусловно, очень дорог мне. Хорошо. Но позвольте мне быть откровенным. Мне, конечно, очень приятны ваши слова, но Бэйзет занимает в вашем сердце больше места. Вы отдаёте предпочтение ему. Ты напрасно так говоришь. Я никого из своих детей не стремлюсь выделить. Я не прошу об этом. И только одного хочу. Мы сейчас должны думать о будущем. Вы не ошибаетесь, отдавая предпочтение Бэйзету? В случае, если он сядет на трон, он будет прислушиваться к вашим советам? Сомневаюсь. Ты это для чего говоришь? Подумайте хорошенько, мама. Сейчас всё в ваших руках. Лишь вы одна решаете судьбы не только наши, но и государства. Шахзады Мураду очень повезло. Он ещё мало побывал в столице. И великой госпожой малыш так обласкан. Надеюсь, Аллах пошлёт счастье моему внуку. Да. Госпожа. Польская принцесса Анна Ягелонка уже в пути. Скоро она будет здесь. Хорошо. Приготовьте для гостей лучшие покои. Нужно достойно встретить принцессу, пусть почувствует наши радушия. Она должна остаться довольной. Как прикажете, госпожа моя. Очевидно, визит принцессы важен для вас, госпожа. Дело в том, что моя гостья из краёв, где я родилась, выросла, Нурбану. К тому же она из семьи правителей этих земель. Сейчас я невольно своё прошлое вспоминаю. Счастье и горе. То, что я раньше хранила глубоко в душе. Почти 30 лет. Мне не верится. Быстро годы летят. Так и жизнь пролетает. пролетает. Но годы не напрасно пролетели. Вы не только госпожа Османов, вы великая госпожа всего мира. Селим. Матушка. Сынок. Ко мне Нурбану заходила с Мурадом. Похоже, он будет таким же умным и отважным, как и его отец. Иншалла, мама. Вы знаете, что скоро приезжает принцесса? Знаю. Надо сделать так, чтобы она осталась довольна. Я думаю, она решила нанести этот визит неспроста. Что ж, мы все это выясним. Вроде бы, король Сигизмунд очень болен. Положение в его землях крайне тяжелое. Люди голодают. Вероятно, она ожидает помощи. Теперь все понятно. Кажется, ты вполне освоился и справляешься с делами. Мне верен трон, матушка. Войдите. Матушка. Наконец-то. Я и не надеялась тебя увидеть. Я вижу, вы получили письмо. Джихангир мне ответ прислал. Сообщает, что он и повелитель чувствуют себя хорошо. А почему повелитель сам не написал? Неужели сердится до сих пор? Мы за столько лет горы и моря преодолели. Так что мелкие речушки нам не страшны. А ты о Рустеме подумай. Вот, читай, что он пишет. Чуть ли не в каждой строке или о тебе, или о Хюмашах. Он очень тоскует по вам. Он тоскует, но не мне написал, а вам. Ну, если бы Рустем имел надежду, он бы забросал тебя посланиями. Хотя, разлука иногда даже соединяет. Она может пойти на пользу. Я не изменю своего решения. Может и тысячи лет пройти. Не говори громких слов, Михримах. Когда рассеются тучи, даже солнце не знает. Так скажи, откуда у тебя такая уверенность? Вы не забывайте о данном мне слове. И довольна. Госпожа, разрешите принцессе Анне Ягелонке войти? А с Шахзадой Селимом она успела повидаться? Конечно. Он в зале приемов с ней уже встретился. Хюрем Султан. Принцесса Анна. Вы моложе и намного красивее, чем я думала. Вы очень любезны. Я благодарна вам за то, что вы согласились принять меня, госпожа. Со мной так давно не говорили на родном языке. Я рада, что о родине напомнила. Мне, как любой женщине в моих краях, было интересно увидеть вас воочию, госпожа. Наконец-то это удалось. Возможно, вы не знаете, но в моем королевстве ходят легенды о красоте и остром уме, госпожи. Матери о вас своим дочерям как к сказке рассказывают. Истории о пути той, что стала всесильной Роксоланой. Как же приятно это от польской принцессы услышать. Не найти слов, чтобы рассказать о вашей славе. Если вы к нам когда-нибудь приедете, лишь тогда оцените наши чувства. Моя дочь Михримах Султан, познакомьтесь. Ваше имя мне знакомо. Истинная повелительница Луны и Солнца. Свет нашей Вселенной. Тем более лестно услышать подобные слова от такой красивой женщины. Для нас честь принимать вас у себя. Я слышала, ваш дорогой отец, король Сигизмунд, неважно себя чувствует. Да поможет ему Всевышний. Аминь. Невзгоды следуют одна за другой, госпожа. Мы переживаем нелегкое время. После долгой засухи случилось нашествие саранчи. Целые семьи умирают от голода. Именно поэтому король слег, и лекари пока не могут ему помочь. Я помню, раньше в тех краях было изобилие, и народ в полном достатке жил. Там родилось столько ячменя и пшеницы, что казалось, это не поля, а зеленое море. Ваша родина нуждается сейчас в поддержке и защите, госпожа. Наш народ просит помощи и надеется только лишь на вас. Но как же я могу помочь вам? Шехзадея Селим Хазретлирий выслушал меня. Я сказала, что мы сможем продержаться месяца два. В хранилищах почти не осталось зерна. Я прошу вас не лишать нас надежды и помочь нам пережить эти суровые времена. Нам даров не надо. Придет день, когда мы сполна вернем долги. Ясно. Успокойтесь, принцесса. Не нужно печалью омрачать такое личико. Я с Шехзаде Селимом поговорю. Я сделаю так, что запасов у вас станет достаточно, а также в казну поступят необходимые средства. Госпожа, меня... Но у меня есть условия. Вы получите это не в счет долга, а в дар вашему народу. Вы очень великодушны к моему народу, госпожа. Спасибо. Вы проделали долгий путь. Я распорядилась выделить вам дворец и не бахче. Однако там не успели все подготовить. И вы с нами, пока останетесь, принцесса. Мехримах. Принцесса Анна. Я провожу вас. Вероятно, сначала надо отдохнуть. А после можно осмотреть дворец. С удовольствием. Я давно мечтала увидеть все это. У вас нет права давать такие обещания. Пока не посоветовались с повелителем. Жизнь так непредсказуема. Я была когда-то самой обычной крестьянкой. Каждый мной распоряжался. Для этих людей моя жизнь стоила не больше пшеничного зернышка. А сейчас мне достаточно только одно слово сказать, чтобы их жизни были спасены. Эту власть дал вам повелитель. Источник вашей силы в нем, госпожа. Можешь не напоминать мне об этом, Гюльф Эмхатон? Я никогда этого не забуду. Б unity. Фондю любит тебя. Все подпих Flowers.